Оба матча между Зареченским Союзом и Энгельским Строителем войдут в число самых эмоциональных и непредсказуемых игр нашего клуба в этом сезоне. Обе команды показали красивый баскетбол. Большую часть первого матча лидировали гости. В третьей десяти минутке несколько раз на табло горели одинаковые цифры, но каждый раз строитель уходил в отрыв. Финальная четверть началась с разницей в три очка в пользу гостей. Выйти вперед нашим баскетболистам удалось на третьей минуте последнего периода, 48-47, и догнать зареченцев сопернику уже не удалось. Несколько основных игроков строителя покинули площадку, набрав пять персональных замечаний. Остановить атаки союзовцев уже было невозможно. В итоге победа 60-54. Второй матч тоже закончился с разницей в шесть очков, но развивался он совсем по другому сценарию. Уже в стартовой четверти игроки Энгельса обеспечили себе преимущество в девять очков. Вчера как-то больше ходили в проход, они на нас фарили, они не справлялись, а сегодня как-то затормозили, перешли на дальние броски. И вот я думаю, это главная ошибка наша была. То, что хотели трехочковые попасть. Во втором периоде лидер не поменялся, но союз отыграл четыре очка. А в начале третьей десяти минутки и оставшиеся пять. Точным броском из-под кольца Игорь Ермаков вывел зареченскую команду вперед 29-28. Затем союз провел несколько результативных атак и увеличил отрыв до четырех очков. Но к концу четверти строитель вновь вернул себе лидерство. Последние десять минут игры начались при счете 50-44 в пользу гостей. У союза на последних минутах матча была возможность сократить отрыв, но точных бросков с дальней дистанции не получилось. Зато все штрафные наши баскетболисты выполнили точно. В финальной четверти обе команды набрали по 15 очков. В итоге матч закончился со счетом 65-59 в пользу команды Энгельса. Игры действительно хорошие по накалу, по заряду, по защитным действиям. Я выделил индивидуальную командную защиту, чтобы мы показали эти две игры, пропустив меньше 60-60 очков дорогого стоить. В этих играх в составе союза выступал новый игрок Андрей Питеров. Он в прошлом сезоне некоторое время тренировался в зареченской команде. Затем был травмирован, потом играл в любительской лиге, а теперь вновь решил вернуться в профессиональный спорт. С «Союзом» Андрей тренировался чуть больше недели, но этого времени хватило, чтобы подготовиться к первым матчам. Он помог нам очень вчера. Сегодня, конечно, наелся. И он еще не в форме. Но мы надеемся, что он нам поможет. Потому что в ротации внизу с большими он вчера очень нам помог. Он надеется, что он наберет еще форму. Нарабатываем старые взаимодействия, которые прошлогодние, то есть и новые тоже. С командой сыгрываемся по-новому, потому что есть новые игроки, которые пришли. Но, в принципе, со всеми с ними знакомы. Еще в дальнейшем, в прошлом мы еще играли в Саратове вместе, в Крыльях Красных, в Самаре. Теперь нашим баскетболистам предстоит провести серию выездных туров. В декабре и первой половине января «Союз» сыграет 12 матчей в других городах. Впереди очень сильный Челябинск, Спартак Питерский, Буревестник. Много очень интересных матчей будет. Следующие домашние игры «Союза» в рамках чемпионата России Суперлиги 2-го дивизиона состоятся 26 и 27 января. Соперником наших баскетболистов станет команда «Чебоксарские ястребы». Болеем за наших! Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...